Фрунзика Маккартчана очень любили в родной Армении. Он сумел реализовать свою детскую мечту и стать актером, несмотря на нестандартную внешность и выдающийся нос. Странный парадокс. У многих комедийных актеров судьба складывалась трагическим образом. Так было и у Фрунзика. Как любой армянский мужчина, актер мечтал о большой и крепкой семье. В 28 лет Фрунзик познакомился с 18-летней Донарой. Девушка была красавицей. А некоторые странности в поведении и вспыльчивости Фрунзик прощал, ведь красивая девушка должна иметь характер. Буквально через несколько месяцев он сделал предложение любимое. Они поженились. И Донара родила супругу дочь Нуне и сына Вазгена. Как известно, в счастье все семьи похожи, а несчастлива каждая по-своему. С годами Донара начала вести себя все более истерично. Изводила Фрунзика ревностью. Буквально за минутное опоздание могла не впустить в квартиру, била посуду, разбрасывала мусор, крушила мебель. Друзья и раньше ему говорили о странностях ее поведения. Вначале Фрунзик отмахивался от них. Но после семи лет ада он решился показать 33-летнюю супругу специалистом. Диагноз супруги шокировал. У Донара обнаружили психическое расстройство, причем в тяжелой форме. Как актер прожил столько лет с тяжело больной женщиной и какое терпение для этого требовалось, оставалось только догадываться. Врачи настояли на определении Донары в спецклинику. Детей на воспитание временно забрала старшая сестра Фрунзика. А он, не в силах справиться с горем, стал пить. Если раньше меры он знал и мог остановиться, то сейчас это порой даже мешало съемкам. Периодически ложился в клинику, очищался, оздоравливался. В 1984 году дочь Нонэ родила его от Раду, внучку Гайене. Фрунзик очень радовался этому событию. Да и очень долго живший в одиночестве, актер сам познакомился с молодой Тамарой Аганисян. Ему было 54, ей 29. Но красавица тоже влюбилась в актера. Казалось бы, жить да радоваться. Но пришла новая беда. В поведении 13-летнего сына Вазгена стали проявляться такие же странности, как у Донары. Врачи не могли пока поставить точный диагноз, но предполагали, что сыну наследовал болезнь матери. Это сломало Фрунзика. Он стал снова пить. Молодая жена терпела, пыталась помочь актеру, вылечить его, но в итоге не выдержала и ушла. Фрунзик остался один на один с больным сыном. В 21 год сыну поставили тот же диагноз, что и матери. Актер был вынужден определить сына в ту же клинику, где лечили его мать. Это страшно, но говорят, что даже если на прогулке сын и мать встречались, они не узнавали друг друга. Ужасное землетрясение разрушило в Армении 21 город, и среди них был родной для Фрунзика Ленинакан. В его сердце перестало справляться с этим узлом проблем и несчастья. И в декабре 1993 года остановилось. В последний путь актера провожал, казалось, весь Ереван. После ухода Фрунзика его дочь и сын переживут его лишь на несколько лет. Дочь уйдет от рака, сын от цирроза. Дольше всех проживет Донара. Так и лечащаяся в клинике, не ведущая, что одного за одним теряет близких людей. А в 2011 году ушла и она. Он мог бы сыграть намного больше, если б не эта череда несчастья и невзгод. Но жизнь сложилась, как сложилась. А нам остается вспоминать комедийного актера с грустными глазами, Фрунзика Макарчана.